МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские космические корабли типа «Союз» с 2011 года единственные в мире доставляют на Международную космическую станцию космонавтов и астронавтов. В сегодняшний день это и поиск новых конструкторских решений, технологических решений, поиск новых материалов, новых технологий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 октября 1957 года. Плаката родной из секретных американских военных баз фиксирует радиосигналы из космоса. Возможно, инопланетный разум выходит на контакт. СИРЕНА Солнечное состояние нарастает. А в мировой прессе появляется сообщение. На околоземную орбиту выведен первый советский спутник. Так началась космическая эра. И свершилось это благодаря ОКБ-1, особому конструкторскому бюро номер один, под руководством Сергея Павловича Королева. Сегодня Королевское ОКБ известно во всем мире как ракетно-космическая корпорация «Энергия». Первый спутник создавался в кратчайшие сроки в условиях строжайшей секретности. Все это ведь надо было сделать быстро. И Сергей Павлович только одно повторял. Мы должны успеть первыми, потому что американцы нам наступают на ноги. Они тоже делают этот спутник. Затем следующая операция – контовка верхней оболочки и установка передатчика в корпус спутника. Это уникальная съемка. Реконструкция сборки первого спутника, сделанная через несколько лет после исторического полета. На кадрах молодой специалист Королевского ОКБ Юрий Силаев со своим напарником. Почти 50 килограмм падает на лоб питания. Молодые специалисты Королевского ОКБ демонстрируют, как шла сборка первого в истории планеты Земля спутника. Начинаем стаковать нижнюю оболочку. А сборка была очень качественная. Он ведь блестел, как стекло. Только в перчатках работа была. Никаких масляных пятен не должно быть. И Сергей Павлович говорил, что он будет работать. На солнышке у него будет плюс 60, а в тени минус 60. Спутник отправился в полет на первой в мире космической ракете-носителе, созданной инженерами и конструкторами ОКБ на базе «семерки» мощной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. На первом спутнике связи установили два передатчика, чтобы его сигналы могли поймать все станции мира, даже радиолюбители. На страницах газет появились веселые рисунки. Вот старушка-земля слушает голос своего новорожденного внука. Через несколько лет новый грандиозный прорыв. И снова благодаря Королеву и его коллективу, которые объединили для решения этой задачи почти сотню научных центров и предприятий страны. Пилотируемый корабль «Спутник Восток» с Юрием Гагариным на борту. Корабль «Спутник Восток» с Юрием Гагариным на околоземной орбите. Кругом все красиво, красота. Для всего мира началась эпоха пилотируемой космонавтики. Это был праздник. Люди, незнакомые, обнимались, целовались, радовались. Кто-то плакал. И все говорили «наш», «наш», «наш». Юрий Гагарин в один миг стал самым известным жителем Земли. Но в силу секретности тогда никто не говорил о главных виновниках этого исторического события – Королеве и его коллективе. Об именах создателей первого пилотируемого корабля и ракеты-носителя «Восток». Чествовали первого землянина, побывавшего в космосе, конечно, и на королевской фирме. Уникальные кадры ранее секретного архива РКК «Энергия». Юрий Гагарин был разведчиком. Теперь пора обживать космос. Первый полет в космос Гагарин совершил на одноместном корабле «Восток» Королевского КБ. Чуть позже на корабле этой серии Герман Китов выполнил первый в мире суточный космический полет. «Нарядь один! Нарядь один! Я орю! Чувствую себя великолепно!» Первая в мире женщина-космонавт также совершила свой рекорд на корабле «Восток». «Наступило время многоместных восходов». На одном из них Алексей Леонов, совершая на корабле «Восход-2» полет с Павлом Беляевым, вышел в открытый космос. Полет показал, возможности человека на орбите не ограничиваются тесным кораблем. Он может работать и в открытом космосе. Корабли Королева имеют высокую надежность. Умный корабль. Очень умный корабль. Обеспечивают безопасность полетов экипажей на борту, обладая возможностями их спасения в сложных нештатных ситуациях. Мало хлопать. Горячий был. Новая страница истории. Многоместные союзы различных серий. На сегодня счет их полетам в космос сотни. Высочайшая надежность. В настоящее время у союзов нет конкурентов. Пилотируемая космонавтика, она как локомотив тащит за собой все. Все предприятия, отрасли, которые сейчас существуют, они были созданы на основе РКК «Энергия». Известные предприятия, которые создают баллистические ракеты, космические ракеты-носители и автоматические аппараты, берут начало от знаменитой королевской фирмы. Еще до легендарного старта первого спутника Земли в послевоенном 1946 году в подмосковных Подлипках создается НИИ-88. Начал создаваться здесь, на Подлипкинской земле, наш отечественный современный ракетно-космический центр. Коллектив будущего ОКБ-1 всего 150 человек. И возглавил его Сергей Павлович Королев, талантливый конструктор и организатор. Здесь закладывается фундамент ракетного вооружения страны. Создается основа ракетно-ядерного щита. В октябре 1947 года сумели пустить первую баллистическую в управляемую ракету дальнего действия. Вот она, старушка, с которой все начиналось. Ракета Р-1 повторила, а затем превзошла немецкую Фаут-2 по дальности действия и надежности системы управления. А уже меньше, чем через 5 лет, на боевое дежурство встала стратегическая Р-5М. Она уже могла доставить атомный боезаряд на дальность 1200 километров. В то время для защиты страны от возможного ядерного удара в Королевской ферме было создано 14 типов стратегических ракет, в том числе для подводных лодок, чтобы поразить агрессора, находясь на дежурстве в заданном районе Мирового океана. А также шахтного базирования, которые разработаны как ответ на потенциальную ядерную атаку. Особое место среди них у межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, грозное стратегическое оружие. Тогда никто и не думал, что у ракеты будет длинная и мирная жизнь. Успешные пуски боевых ракет дальнего действия показали, что появились ракетные технологии, которые позволили не только обеспечить решение оборонных задач страны, но дали возможность человечеству открыть дорогу к звездам. Полвека назад предприятие возглавило масштабные работы по советской лунной программе. Это была новая страница в отечественной и мировой космонавтике. Сергей Павлович Королев мечтал о полетах не только к Луне, но и к дальним планетам. Автоматические станции и зонды Луна-2 и Венера-2 первыми достигли поверхности Луны и Венеры, а Луна-9 первой передала фотопанораму района Прелунения. Отправлялись первые зонды, созданные под руководством Сергея Королева, и к Марсу. И верили в то, что база на Луне будет построена в 20 веке. И не мыслили даже, какой там 21 век, что это нечто такое для фантастов. А для нас, реально создающих технику, мы за 20 век выходить не будем. Будет база на Луне, будет, безусловно, реализована экспедиция на Марс. Никто из нас в этом не сомневался. Подача, кстати, в начале Королева. И над этим работали. Для лунной программы спроектировали ракету-носитель сверхтяжелого класса Н-1. Лунные пилотируемые комплексы Л-1 и Н-1Л-3. Тогда проект не получил развития. Одна из причин — уход из жизни Королева. Но опыт этих работ важен для лунных проектов уже 21 века. Говоря о лунной программе, это новые технологии, новые материалы, новые технические решения. И я думаю, что это даст хороший толчок, в общем-то, для российской экономики. Новый амбициозный проект Корпорации «Энергия» — перспективный пилотируемый транспортный корабль. Его название — «Федерация». Корабль должен объединить инженерные и конструкторские достижения Большой космической страны. Три метра до станции. Сейчас в рамках проекта по созданию нового корабля ведется разработка конструкторской документации. Проводятся исследования по его бортовым системам, аппаратуре и управлению. Есть касание. На корабле «Федерация» будет два идентичных рабочих места, но управлять мы должны уметь с одного рабочего места, то есть фактически одним человеком. В ракетно-космической корпорации «Энергия» верны своим традициям. Корабль во многом первый. Вообще сенсорные панели для таких вещей, как космические корабли, это очень большая новизна, революционная, как сказал. При создании корабля используются высокопрочные композитные материалы и новейшие электронные системы. Этот корабль доставит космонавтов на околоземную орбиту, к Луне и в дальний космос. Сегодня, когда идеи освоения Луны вновь на повестке дня российской космонавтики, все более востребованы технологии легендарного проекта универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия Буран». Вот там, вот в том конце зала, там стоял Буран, его недавно вывезли. Я занимался созданием математического обеспечения объединенной двигательной установки. Система, созданная при ведущей роли НПО «Энергия» во главе с академиком Валентином Петровичем Глушко, стала апогеем советской и даже мировой космонавтики. Технологии и лётно-технические характеристики системы до сих пор никто не смог превзойти. Уникальный проект, который опередил своё время. Часть технологий этой системы удалось сохранить в проекте «Морской старт» в непростые для нашей страны 90-е годы прошлого столетия. Этот уникальный коммерческий проект столь грандиозного размера практически первый в мире. Он был задуман и реализован в международной кооперации по инициативе НПО «Энергия» и американской фирмы «Боинг». Плавучий космодром. Автоматизированная подготовка и запуск ракет-носителей с коммерческими полезными нагрузками. За историю проекта на геостационарную орбиту выведены 32 телекоммуникационных спутника для обеспечения связи по всему миру. Без глобальной системы спутниковой связи сегодня невозможно представить мир. Высокоскоростной интернет, телевидение, звонки из любой точки планеты. Именно инженеры и конструкторы королёвской фирмы ещё в 60-х годах прошлого века доказали, люди, находящиеся за многие тысячи километров друг от друга, могут в режиме реального времени вести разговор и даже видеть собеседника. Молния — это первый, по сути, спутник связи, который был выведен на высокоэллиптическую орбиту. С помощью этого спутника был проведён первый, по сути, телезвонок с Владивостоком и Москвой. Геостационарные спутники связи Ямал-100 и Ямал-200 поставили рекорд для своего времени, отработав на орбите более 10 лет. А спутник Египт-САТ показал высокую точность наблюдения, обладая массой много меньше других аналогичных аппаратов. Родом из энергии и первые в мире долговременные пилотируемые орбитальные станции — Салюты-1, 4, 6, 7. Такой конус устанавливался на станции Салют. Тогда он был только один причал. Вот этот причал в 70-м году вначале впервые полетел на орбиту, и к нему была проведена первая стыковка. Легендарный по своей надёжности комплекс «Мир». 15 лет на орбите. На станции «Мир» космонавты выполнили грандиозную программу научных, технических и прикладных исследований и экспериментов. На базе российской станции инженеры смогли отработать технологию достраиваемых в космосе многомодульных конструкций. «Мир» позволил накопить уникальный опыт обеспечения работы космонавтов на орбите. И, конечно, благодаря российской станции удалось продемонстрировать, насколько плодотворным может быть международное сотрудничество в космосе. Теперь работа на орбите активно идёт на Международной космической станции. МКС – рукотворная звезда человечества. Уникальный совместный проект полутора десятков стран. Российский сегмент станции в составе пяти модулей, созданный при ведущей роли РКК «Энергия», один из важнейших. В ближайшем будущем российский сегмент ждёт пополнения. Добавятся три новых модуля – узловой, энергетический и многофункциональный лабораторный. На орбите МКС будет работать до 2024 года. Уже сейчас в Роскосмосе готовятся к тому, что будет потом. РКК «Энергия» разрабатывает национальную орбитальную станцию. В её основе российский сегмент МКС и три новых самых современных модуля. Рассматривается вариант создания станции и на окололунной орбите. Возможно, это будет международный проект. Вероятно, в будущем трансформируемые или надувные модули заменят в пилотируемой космонавтике модули, изготовленные на основе традиционных жёстких конструкций. Он обладает способностью защитить космонавтов, ну и оборудование станции от метеоритов в гораздо большей степени, чем металлические модули. За этими модулями будущее, потому что гермообъём таких модулей можно увеличивать до трёх с половиной раз. Эти модули, они будут применяться не только на орбите, но на базе этих модулей можно строить в том числе лунную базу. Модули можно будет доставлять на Луну в свёрнутом виде, что серьёзно сэкономит место в транспортном корабле. Внутренний объём таких конструкций в несколько раз больше традиционных жёстких отсеков. В основном государственной политики у нас записан конкретный срок — это обеспечить высадку на Луну до 30-го года наших космонавтов. Это абсолютно новая задача, но которая будет базироваться тоже, собственно, на том опыте, уникальном опыте, которым обладает и энергия, и, в общем-то, основные предприятия нашей отрасли. Уникальный опыт по созданию одних из лучших в мире образцов космической техники сегодня активно перенимает молодёжь. В Ракетно-космической корпорации «Энергия» созданы все условия для развития и карьерного роста. Именно на базе королёвской фирмы в 2016 году прошёл первый корпоративный отраслевой чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» — своеобразная олимпиада для инженеров и токарей. За 4 часа участник должен получить такую деталь, используя станок с ЧПУ, чертёж, которым удаётся, полностью собрать инструмент и наладить оборудование, также запрограммировать вот эти вот элементы. Хорошим стимулом для успешной работы служит и социальная политика РКК «Энергия». Королёвская фирма первая не только в космосе, но и на Земле. Каждый работник предприятия, отработавший в Ракетно-космической корпорации не менее 15 лет, получает право на дополнительное корпоративное пенсионное обеспечение. Средний размер такой пенсии — почти 9 тысяч рублей. У нас, в общем-то, наверное, не побоюсь сказать, лучшие в отрасли, а может, в стране, пенсионные программы, которые позволяют, с одной стороны, поддерживать высокий взрослой ценз, а с другой стороны, наверное, это и стимулирует молодёжь на долгожитие в своей творческой работе. Современные дома в новом микрорайоне со школой, детскими садами, магазинами. Это тоже Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Каждый сотрудник предприятия получает высококвалифицированную медицинскую помощь. А хорошей работе способствует правильный отдых. Санаторий «Крепость» в Кисловодске. Уже более 30 лет здесь восстанавливают силы во время отпусков сотрудники королёвской фермы. Уровень технического оснащения санатория соответствует самым современным медицинским стандартам. А методы лечения аналогичны тем, что используются в Карловых Варах. Быть первопроходцем в области создания новой ракетно-космической техники, освоения космического пространства, в создании и развитии новых технологий. Идти туда, где ещё никто никогда не был. Это трудно, но и невероятно интересно. Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Первая в космосе. 70 лет. Полёт нормальный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...